Всем привет! Вы смотрите новости ММА, а меня зовут Андрей Антонов. Где смотреть UFC 268 Усман против Ковингтона 2? Давайте самые интересные новости по порядку. В главном бою шоу чемпион UFC в полусреднем весе Камаро Усман встретится с Колби Ковингтоном. Вторым по важности боем шоу станет встреча чемпионки в минимальном весе Роусман бою на своей Лежанг. Также состоятся следующие бои Фрэнки Эдгар против Марлона Веры, Майкл Чендлер против Джастина Геджи, Элли Квинта против Бобби Грина и многие другие мощные бои. Прямая трансляция шоу будет доступна на сервисах Уинг, UFC Fight Pass, Мор ТВ, Спутниковым, телеканале Триколор. Начало, друзья, в час ночи по Москве, главные бои начнутся в 5 утра по московскому времени. Также трансляции турнира можно будет посмотреть в нескольких странах СНГ на следующих платформах. В Грузии турнир можно будет посмотреть на Аджара Спорт, в Республике Беларусь на ВОКО ТВ, Белтелеком, ВОКО А1 и МТИС. В Казахстане на ТВ.КОМ КЗ, UFC Fight Pass. В Кыргызстане на UFC Fight Pass. В Узбекистане Ситанто Спорт, UFC Fight Pass. В Таджикистане UFC Fight Pass. В Азербайджане UFC Fight Pass. В Молдове и Украине Ситанто Спорт, UFC Fight Pass. Друзья, давайте сделаем небольшую перекличку, с какой стороны вы будете смотреть турнир. Я начну первый. Из России, из города Ростов-на-Дону. Движемся дальше. Единственный человек, который победил Камару Усмана, высказался перед турниром. Камару Усман проиграл, напомню, только один раз. Это был Хосе Касерес. 34-летний Касерес столкнулся с Камару в 2013 году. Победа удушающим в первом раунде. Надо сказать, это был всего лишь второй профессиональный бой для Усмана. Хосе также довелось провести бой с Ковингтоном. Проиграл он Колби также в 2013. И тогда было единогласное решение судей. Но, несмотря на то, что он победил Усмана, проиграл Ковингтону, Касерес говорит, что знает, кто победит в предстоящем поединке на UFC 268. Вот что он сказал в интервью. У Камару больше всего шансов на победу. Я смотрю на это как на трансформацию мысли и тела. Он действительно разгадал Колби Ковингтона. Он уже знает, как его побеждать. Он уже провел 5 раундов. Это были слова Касереса. Камару и Колби провели первый бой в 2019. Тогда Усман победил техническим нокаутом в пятом раунде. Главный вопрос сейчас в том, останется ли Хосе единственным человеком, который сокрушил Усмана. Как думаете? Холли Берри провела церемонию лицом к лицу между Роузом и Маюнос и Вейли Джан. Напомню, что Маюнос будет стремиться защитить свой титул. Почему Берри провела стартаун вместо Данны Уайта, возникает вопрос. Как известно, Берри является большой фанаткой. UFC регулярно появляется на мероприятиях. Но все-таки настоящая причина в том, что она продвигает ее новый фильм по ММА. Называется он «Синяки». Выйдет на Netflix до 4 ноября. Интересно и то, что чемпионка Валентина Шевченко, которая дружит с Берри, снялась в фильме в роли злодейки. С интересом жду премьеру фильма «Синяки». Особенно хочется посмотреть на роль Валентины Шевченко. Дастин Парье поделился прогнозом на бой между Джастином Гэджи и Майклом Чендлером. Парье знает, о чем говорит. Они с Гэджи столкнулись в том, что многие СМИ назвали боем года, еще в 2018-м. В том бою победил Парье, но победа далась ему, ох, как непросто, огромными усилиями. В предстоящем бою Парье видит победителем своего старого заклятого соперника. Это будет веселый бой. Было много разговоров со стороны обоих бойцов. Но если внимательно послушать Чендлера, то можно прийти к выводу, что он много размышляет об осторожности. Поэтому я думаю, что он будет тем, кто первым отступит. Если говорить о Джастине, то у него нет выбора. Он должен идти вперед. Так что я думаю, что Гэджи победит. После успешной карьеры в Беллатар Чендлер ворвался в UFC. Накутировал Дэна Хукера в первом раунде. Победа привела к тому, что Чендлер боролся за пояс UFC, где уступил Чарльзу Оливьере. Что касается Гэджи, он не выступал с тех пор, как проиграл тогдашнему чемпиону Хабибу Нурмагомедову. Поражение прервало его победную серию, которая длилась на протяжении четырех боев. Гэджи не выступал год, зато был активен в интернете. Заявил, что Парье победит Оливейру, а он победит Чендлера. После этого, по мнению Гэджи, они с Парье снова встретятся в лучшем бою года. Как думаете, кто победит? Чендлер или Гэджи? Ислам Махачев ответил после того, как Дана Уайт отказал ему в титульном поединке. Следующий титульник получит победитель боя Чендлер Гэджи. Ислам Махачев указал на тот факт, что и Чендлер, и Гэджи проиграли свои последние титульные поединки, у обоих уже были шансы, и они этими шансами не воспользовались. Оба были там в прошлых боях, оба проиграли, продолжайте говорить. Это были слова Махачева. Основной аргумент Уайта в том, что, несмотря на девятиматчевую победную серию, у Ислама Махачева только одна победа над парнем из топ-10 рейтинга. Ему может понадобиться еще одна победа с кем-то из первой пятерки, чтобы железно получить титульник. Среди вариантов третий номер в легком весе – Бенейл Дариуш, у которого все еще нет соперника. Это был бы прекрасный бой, и в случае победы шансы на титульник у Махачева были бы 100%. Вот такие новости на эту минуту, друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Очень важна ваша поддержка. Если вы узнали что-то новое, то поддержите меня лайком. Всем удачи. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok